Болезни печени находятся на седьмом месте среди самых опасных смертельных заболеваний в мире. Поэтому гипотология, направление медицины, специализирующееся на проблемах печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, стремительно развивается в мире и в нашей стране. Донецкие врачи и ученые этого направления являются признанными специалистами, что и позволило провести в нашем городе 20-й юбилейный конгресс Ассоциации хирургов-гипотологов стран СНГ. В Украине это мероприятие проходит лишь второй раз. Первым гостей из бывших республик Советского Союза принимал Киев. У нас несколько отделений в Донецке, которые занимаются очень активно именно этой проблемой. Это касается и ДОКТМО, Донецкого областного клинического территориального объединения. В Донецком национальном медицинском университете несколько кафедр хирургии, которые занимаются этой проблемой. В том числе это и 16-я городская больница, где расположена кафедра хирургии, которую возглавляет профессор Петр Геннадьевич Кондратенко, один из организаторов этого съезда. Более того, если бы в Донецке этой проблемой не занимались, то, наверное, сюда бы не приехали специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, из других крупных центров, где очень активно решаются эти проблемы. В Украине сейчас живет и работает более 35 тысяч хирургов разных направлений медицины. В год проводится до 5 миллионов оперативных вмешательств. И подобные форумы очень помогают в развитии медицинской науки. Вы сегодня подарили украинским хирургам большой праздник. Это высокая честь для украинской хирургической школы проводить этот конгресс именно на территории Украины. И доверено это одному из таких замечательных городов, каким является Донецк. Многие из вас, присутствующие здесь, являются воспитниками Донецкого медицинского института, а теперь уже Донецкого национального медицинского университета. Поэтому вы видите, какие перемены происходят здесь, в этом регионе. Для нас высокая честь именно заключается в том, что благодаря широкому общению мы получим возможность получить информацию, которую в последующем практические хирурги и ученые будут использовать здесь на благо здоровья нашего населения. Обменяться опытом, услышать о новшествах в медицине в Донецк приехало более 400 хирургов-гипотологов из 12 стран. Я думаю, что в Донбассе впервые собрался такой форум хирургов-гипотологов. Вообще-то, если брать хирургическую специальность в целом, то хирургия поджелудочной железы и печени – это, наверное, самые сложные, самые непредсказуемые хирургические вмешательства, которые выполняются у больного человека. Поэтому в течение нескольких дней будут разбираться очень сложные, очень интересные, как с практической точки зрения, так и с научной точки зрения, вопросы и пересадки печени, и лечение злокачественных опухолей печени и поджелудочной железы. Все новое, что сегодня есть в странах СНГ, услышат делегаты. А их собрало здесь порядка 400 человек – представители практически всех бывших республик Советского Союза. За 24 года своего существования Конгресс хирургов-гипотологов стал местом общения и обмена опытом самых высококлассных специалистов этого направления медицины. Об этом говорили участники встречи. 20-й Конгресс, который является, наверное, вторым по значимости после съезда хирургов России. У нас на территории России, а для стран СНГ мы всегда понимаем, что это наш клуб. И хотя мы сейчас каждый год, в мае-июнь, мы встречаемся то в Вероне, то в Париже, то в Белграде, а в сентябре мы все хотим попасть в свой родной клуб хирургов-гипотологов стран СНГ, увидеть родные лица, обменяться впечатлением, услышать, что мы услышали и увидели, узнали за прошедший период, с деталями, с нюансами и, самое главное, в теплой душевной обстановке. В ходе торжественного открытия Конгресса хирургам-гипотологам были вручены награды, грамоты и благодарности. У участников форума появилась своя медаль. Первые две из них получили профессоры Владимир Вишневский и Эдуард Гальперин. Донецким врачам будет у кого и чему поучиться за три дня работы Конгресса. Внесут они свой вклад в обмен опытом. Несколько докладов здесь, хотя вы понимаете, что, наверное, из каждой республики хотят выступить, хотят поделиться своими знаниями, своим опытом в лечении различной патологии, в том числе и рак поджелудочной железы, первичный метастатический рак печени, заболевания печени, заболевания поджелудочной железы. То есть вопросов очень много. И практически в каждой секции будут и докладчики из Донбасса. Разработать новые подходы в диагностике и лечении болезней печени, желчного пузыря и поджелудочной железы – главная задача Конгресса. Хирургия – это тот раздел, наверное, науки медицинской, где можно сказать, что кроме знаний нужно еще и творчество, нужно еще и талант. Вообще-то медицина, в общем, хотя и говорят, что медицина, особенно современная, это высокотехнологичные знания, наука, но не нужно забывать и о том, что медицина – это еще и искусство, искусство врачевания. После окончания форума общение его участников не заканчивается. Продолжается обмен мнениями в публикациях и обмен опытом во время стажировок в ведущих клиниках. Сергей Болдырев, Первый муниципальный. Субтитры создавал DimaTorzok